Сила и творение В последующих главах вы узнаете, как легко управлять силой любви, чтобы привлечь в свою жизнь деньги и здоровье, построить карьеру, бизнес и отношения. С этими знаниями вы сможете изменить свою жизнь в желаемом направлении. Чтобы осуществить то или иное конкретное желание, следуйте простым шагам процесса творения. Хотите ли вы что-то притянуть в свою жизнь или изменить то, что вам не нравится, этот процесс всегда одинаков. Процесс творения Вообразить Почувствовать Получить Вообразить Сосредоточьте ваш разум и вообразите желаемое. Представьте, как оно уже вошло в вашу жизнь. Представьте, что вы уже пользуетесь объектом вашего желания, если это вещь, и строите с ним отношения, если это человек. Главное, вообразите, что желаемое у вас уже есть. Почувствовать Воображая желаемое, вы одновременно должны чувствовать любовь к нему. Вы должны представлять и чувствовать, что желаемое уже вошло в вашу жизнь. Вы должны представлять и чувствовать, как пользуетесь объектом вашего желания и строите с ним отношения. Вы должны представлять и чувствовать, что желаемое у вас уже есть. ваше представление соединяет вас с тем что вы желаете получить ваше желание и чувство любви создает магнитное поле магнитную силу притягивающую к вам желаемо на этом ваша роль в процессе творения завершена получить чтобы доставить вам желаемое сила любви приведет в действие видимые невидимые силы природы выполняя ваш заказ она будет действовать через события обстоятельства и людей каким бы ни было ваше желание вы всем сердцем должны хотеть его осуществление желание это и есть любовь если в вашем сердце нет горячего желания у вас не хватит сил чтобы воспользоваться силой любви вы должны всерьез хотеть получить желаемое как спортсмен хочет заниматься любимым видом спорта балерина танцевать а художник писать картины вы всем сердцем должны хотеть достигнуть желаемого ибо желание это любовь и для получения желаемого вы сначала должны отправить в мир свою любовь чем бы вы не хотели быть что вы не хотели делать или иметь процесс творения всегда одинаков отдать любовь чтобы получить любовь вообразить почувствовать получить находясь процессе творения воображайте желаемое и чувствуйте его так как будто оно у вас уже есть и никогда не отклоняйтесь от этого состояния почему потому что закон притяжения копирует ваши мысли и чувства посылаемые вовне вот почему вы должны думать и чувствовать так вот уже получили желаемое если вы хотите снизить вес вместо депрессивных мыслей и чувств по поводу лишних килограммов представляйте ваше тело таким каким оно вам нравится почувствуйте свое новое тело если вам хочется путешествовать не надо ежедневно изводить себя мыслями о нехватке денег представьте что вы уже путешествуете ощутить это и отправьте свои ощущения наполнены любовью в мир если вам хочется добиться успеха в спорте актерском мастерстве пене музыки в хобби или в работе представьте и почувствуйте свой успех и это наполнит любовью ваши мысли и чувства если вы хотите более счастливого брака или более гармоничных отношений с другим человеком принципы достижения желаемого не меняются в начале работы с процессом творения вам быть может захочется притянуть свою жизнь что-то необычное и когда это необычное вас появится вы перестанете сомневаться в своей силе одна молодая женщина начала заниматься процессом творения с того что захотела получить редкостный цветок белую эфиовскую калу она представляла как держит его в руках наслаждается его ароматом сломано ощущала что эфиовская кала у нее уже есть недели через две подруга пригласил ее на обед в центре стола стоял букет из белых эфиовских кал и каждый цветок был именно таким каким его представляла эта женщина цветы привели ее восторг но о своем желании она не сказала подруге ни слова в конце вечера когда она уже собралась уходить дочь подруги вдруг вытащила из ваза цветок эфиовской калы и протянула ей отдавать получать помните закон притяжения гласит вы получаете назад все что отдали вы лучше поймете как надо представлять ощущать желаемое если уподобить и закон притяжения зеркалом яху бумерангу или копировальному аппарату закон притяжения подобен зеркалу поскольку зеркало в точности отражает то что перед ним закон притяжения похож на эхо чтобы вы не прокричали эхо в точности повторит все ваши слова закон притяжения похож на бумеранг поскольку любой бумеранг в полете не изменяется и возвращается к вам точно таким же каким вы его запускали закон притяжения напоминает и копировальный аппарат с предельной точностью воспроизводящий заложенные в него оригинал несколько лет назад я была по делам в париже я шла по улице когда мне навстречу промчалась женщина удивительной юбки сшитой по изысканной парижской моде какая прекрасная юбка воскликнул я эти слова унесли в мир мое восхищение и любовь потом я вернулась в мельбурн и в 11 дней как обычно ехал на работу неожиданно водитель машины впереди меня решил развернуться на 180 градусов чего на перекрестках делать нельзя мне пришлось остановиться напротив какого-то магазина и представьте себе витрине я увидела точно такую же юбку какая была на той парижанке добравшись до работы я позвонил в магазин и узнала что они получили из европы всего одну юбку такого фасона которую выставили в витрине конечно же юбка была моего размера когда я приехал в магазин чтобы ее купить цены мы не снизили вдвое служащий объяснил что они заказывали юбки совсем другого фасона и это попало заказанную партию случайно чтобы получить понравившуюся юбку мне достаточно было лишь выразить свою любовь к ней и неведомая цепь событий обстоятельств перенесла ее из парижа мельбурнский прикорот сделав так чтобы я не непременно увидела объект своего желания это и есть магнитная сила любви так действует пронизанной любовью закон притяжения